Я возвращаюсь в Тудрот. Серьезно? Да. Мы уничтожим на спорте, мы уничтожим Амкал, мы возьмем единую лигу. Тудрот! Да! Блин, текила там, я не знаю, хуевый продюсер, не умеет петь, блядь, не умеет играть, блядь. Привет, друзья, это Егоров. Как вы знаете, вчера на спорте обыграли Амкал, но день для них, я думаю, получился не совсем радостным, потому что сразу после окончания матча Данил Крапивников побежал к трибуне, где его ждали господа из Тудрот и объявил о том, что переходит в новую команду, или в старую команду. Вот так это происходило. Ребят, мы хотим с гордостью сказать на всю Россию то, что Даня... Тудрот! Самая беденная команда в России, Крап, туда возвращается. Мы уничтожим на спорте, мы уничтожим Амкал, мы возьмем единую лигу. Тудрот! Да! Так говорите, как вы его вернули, как удалось? Сейчас я тебе сниму. Либоф не купишь, Дима, больше не купишь. А он дома уже! А что он вернулся? Потому что футбол стало больше? Бро, я не знаю Ну как ты не знаешь? Ты же его звал, говорил, вернись Почему нет? Он сам привел такую инициативу Захотел вернуться все домой Но прежде чем рассказать Броуки, нам все равно Наверное, Студроцева чуть-чуть больше Ему доверяют Но опять-таки, он сейчас вернется, ему надо будет начинать с нуля Место в основе не гарантировано Капитанская боязка не гарантирована Будем смотреть, наверное, что Даню спасаем То есть это он позвонил сам Сам позвонил, сам написал Пацаны, я возвращаю Не, а мало ли, я же не знаю Может вы ему зарплату больше даете Дело не в день, как Дим Будет видео, все узнаете Понятно, ждем Хитрецы, сука На канале Амкала, да? Не, объявили Давай Спасибо Куда подожди, Володю, блядь У нас активно больше Да блядь, сделай Нету, блядь Не отдавай ему Блядь, Вова Ну давай, как вы, во-первых, крапу-то отдали Чего? Как вы крапу-то отдали? Кому? Тудроц Да нет Это гон? Это так Он опять вкидывает что-то А, вкидывает? Ну, конечно Капчик давно уже на спорте Что по игре? Ну, сейчас можешь сказать Типа, там, ты счастлив Вот это вот Кому-то что-то доказал Или как? Да нет, ну Конечно, я рад, что мы победили Это важная победа для нас Потому что много разговоров было Слава Богу Я очень, честно, очень переживал Что будет резня, знаешь Рубилова Но, опять-таки, повторюсь Вообще на будущее Всем командам хочется сказать Что бы ни происходило в медиа Какие бы прогревы ни были Если ты выходишь на поле Играйте в футбол Да, были стычки Но я лично максимально И ребятам в раздевалке говорил И в перерыве Чтобы они себя гасили Я тоже эмоциональный парень Я тоже себя приглушал И ребят максимально замкало Я старался тоже успокоить Потому что это нафиг никому не нужно И очень, еще раз извиняюсь За тот инцидент с Мавриным Я этого не хотел Это не мой стиль игры Говорят, что ты прогреваешь На самом деле на спорте остаешься Не, не прогреваю Просто еще ребятам не сказал Но пришло то время, когда нужно сказать Вот, поэтому я возвращаюсь в тот рот Серьезно? Да А вы же, наверное, его заявили Может быть Но там решим А, окей Был ли в процессе вот этого вот бифа Который у тебя был с Амканом Какой-то момент Который вот в какой-то момент Чтобы тебе либо стало обидно Либо ты подумал, что я переборщил Или кто-то переборщил Было ли такая секунда? Я не борщил Я не борщил Я считаю, что это норм Ну, ты сам знаешь Нет Да вы знаете Ну, мне Майк написал Что ваш челик один Ну, перегнул В одном моменте В одном моменте Севскана В моменте про жену? Ну да Мне кажется, это лишний Ну, типа это Я просто посмотрел Мне не было ни обидно, ничего Меня ребята стали скидывать в чат Наши типа Вот, блядь Там кто-то завелся Хотели что-то там С ним поговорить На поле выяснить Или еще что-то Я всех успокоил Сказал Мы сами в этой игре Но просто Знаешь, Герман говорит о том Что медиа лига Да И все, что происходит Это превращается в поп-ммэй Вот как раз за счет таких высказываний Это может превратиться в поп-ммэй Хуярьте меня Блядь, текила Там, я не знаю Хуевый продюсер Не умеет петь, блядь Не умеет играть, блядь Ну, зачем трогать тех людей Которые вообще не в теме Тем более так Ну, не оценил это, честно А диск зашел? Вышел сегодня спокойно Диск не смотрел Вообще не смотрел, да? Сегодня ты играл Играл много Даже цеплялся Тебе самому понравилось? Мне понравилось Я набираю И сейчас Со следующей недели Я выхожу на 3 индивидуальные тренировки С Алексом Потому что я понял В чем проблема была У меня с выносливостью Все заебись С силой Там С какими-то вещами С командой Я не пропустил ни одной тренировки Там, допустим С февраля Да Я понял, что Индивидуальных качеств не хватает Именно ударов Там, обводы каких-то А это можно только на индивидуальных тренировках сделать И Мне хочется дальше развиваться Мне интересно До чего я могу достичь Ну, скоро мне 33 Вот так вот Начал заниматься футболом Прикольный такой вызов Самому себе Что дальше? С Амкалом сыграли второй раз Реванш вы хотите с Амкалом или нет? Нет, это вы уже должны хотите реванш Мы два раза сыграли Два раза выиграли Вы укрепляйтесь Потому что игры у Амкала сегодня не было вообще По физике мы вас сделали Это видно Ну, то есть у нас серьезные тренировки По поларам мы посмотрим У вас объективные и серьезные футболисты Которые меня оборудуют Футболисты серьезные Ну да Потому что Ну, если откровенно уже поговорить Да, там Вот закончился матч Я понимаю Гон на нас Я все прекрасно понимаю Понимаю, почему гонят на нас Из-за африканцев Я стараюсь мотивировать И понимаю, что нужно создавать Свои ютуб-каналы Потому что Тик-Ток Это не площадка трансляции Инстаграм там И Что там еще остается Тоже не площадка трансляции Это фоточка Это развлекуха Если вы хотите становиться Медийными личностями Именно футболистами Да Которые транслируют мнение Нужно создавать ютуб-каналы Нужно В телегу что-то подкидывать И так далее Сегодня у нас 8 человек С камерами были Посмотрим До чего это К чему это приведет Но есть ощущение Что вот типа Сейчас Такой счастлив Мы Амкал сделали Нет? Да Блядь Это пиздец Как будто Я не знаю Лигу чемпионов выиграл Ну выиграли мы Выиграли Такой достаточно напряженный матч Хорошо Важнее Амкал или медийная лига Конечно сейчас медийная лига Потому что это много игр Но и Амкал важно То есть Конечно Если бы мы Я сегодня Когда разминался Мы ждали автобус Вышел на поле Играли малыши Я говорю Вы за кого болеете А они говорят Вот если выиграете Мы переобуемся И будем болеть за вас Ну наверное Так сделают многие А true фанаты Останутся с вами А мы Андриса продолжат болеть за Амкал Чего? Ну и уже на утро Текила обвинил Андрея Сипскану В расизме Сибыч Рассказывал об эпизоде Где Темнокожий легионер На спорте Ударил его по лицу И как раз Упомянул слово Темнокожий Что Александр Посчитал за проявление Расизма И мы у него спросили Почему он так считает И вот что он Ответил Димон Димон Да какой комментарий Ну сколько можно это терпеть Один раз ваш товарищ Высказался Второй Третий Ночью на эмоциях Продолжает подливать Я против того Что Какие-то акценты На расовые принадлежности Делаются Это неправильно Неправильно Абсолютно Мне обидно за ребят Мне обидно Что такое вообще Происходит Если вы молчите Вы не пресекаете Это значит Вы это поддерживаете Так не должно быть Вы являетесь Лидерами мнений Для молодежи С нами и так Не считаются Посмотри комментарии Что люди пишут Вам это нравится Что ли Вы подпитываетесь Я не хочу Чтобы это вообще Происходило В нашем поле Ни в коем случае Ну после такого Спича Нужно представить Я думаю Свою личную Точку зрения Я Все-таки думаю Что это Не имеет отношения К расизму А имеет отношение Скорее Эмоциональная реакция На человека Который Сыграл Грубо В определенном Эпизоде Действительно Грубо И мерзко Потому что Удар локтем В лицо Был акцентированным И в любой лиге Последовало бы Наказание После этого На несколько Матчей Все остальное На Ваш вкус И ваше обсуждение Но я считаю Без еще одного ролика Здесь не разобраться На этом Друзья Все Хочу сказать Что возможно В ближайшее время Мы сыграем С какой-нибудь Интересной командой Возможно Возможно Она будет Начинаться Ее название С буквы А Возможно Нет Я думаю Что там У нас Все будет Хорошо Прекрасно Пока Прекрасно